Друзья, привет! С вами Алена Бордовская, и я опять из Северной Осетии. И со мной два друга, уже теперь осетина, потому что они нас позвали, кстати, в гости. Кстати, представляете, что самое интересное? Всю эту поездку, это они нас в гости позвали. То есть это не какое-нибудь, я не знаю, туристическое супер-пупер-агентство или еще что-то там. А вот люди организовали свою туристическую компанию, позвали нас, говорят, вот вы блогеры. Расскажите про наш край, говорит, мы хотим, чтобы в Северную Осетию ехали. Даже не то, что про клуб, а про край, говорит, расскажите, про Осетию. Спасибо вам большое за приглашение. Так и было же, да? Конечно, нам на самом деле важнее, наверное, всего, чтобы к нам начали ехать, начали посещать республику, узнавать ее изнутри. И тут, да, хотелось бы, чтобы именно к нам, с нами все узнавали. Но, опять же, есть много других тур-клубов, с которыми можно походить, поездить. Нам не принципиально, как бы, чтобы именно с нами. Ну, это, кстати, да. Я вот заметила здесь, у Осетинов, у них очень так развито уважение к предкам, уважение к культуре и вот уважение к краю особенно. Заметно, когда, там, на одну и ту же гору ты уже, не знаю, сколько раз, наверное, заезжал, и каждый раз все равно радуешься, как ребенок. Как ты это делаешь, скажи? Ну, в общем, я расскажу это так. В детстве классе во втором я учил стих. Ну, как учил? Наверное, единственное стихотворение, которое я запомнил с первого раза. Жура, Жура, Журавель, облетал он ста земель, облетал, обходил, крылья ноги натрудил. Мы спросили журавля, где же лучшая земля? Отвечал он, пролетая, лучше нет родного края. Ничего себе, вот это тебе память. Короткое такое, но, думаю, много вещей. Кстати, мы сейчас находимся на канатке, мы сейчас поедем на канатную дорогу. Оказывается, зимой здесь на лыжах даже можно кататься. Мы сейчас едем вон в те горы снежные, спереди Олеса и Боя. Двое и алоэ, сегодня без алоэ. Я вообще много чего про Северную Осетию не знала. Вчера вот мы, например, были на концерте местного осетинского певца. Это, кажется, твой друг, да? Как его зовут? Да, Вадим Чайдей. Да, и представляете, зал был полон, просто полный зал. Так интересно еще, на самом деле, вот горы, они не надоедают. То есть, вот разное освещение, разное время дня, разная облачность. Все время в горы по-разному смотрится. Вот даже мы живем в Феокдоне, выходишь и каждый раз... Ооо, вот это да! Ребята, смотрите, какое ущелье, как красиво. Вид на горы и вот опять вот эти башни, которые не удивляют уже ни одного осетинца. Осетина. 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 Гуркум-ту-ком. Как? Гуркум-ту-ком. Да, сложно перевести. Ну, как перевести на русский, если это осетинское название. А здесь, если мы уедем по этой дороге, мы попадаем в Южную Осетию. Южную Осетию вот эта дорога? Да, вот эта, там вот прям за поворотом таможня. Я вырос в горах. Да. Как они могут надоедать? Узбавров, о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о-о. Да, песня рака и черташка. У-о-о-о-о-о-о-о-о. КОНЕЦ Кстати, вот помимо гор, неизведанных троп, горячих источников, еще и конные прогулки у вас здесь есть, да, то есть у вас здесь вообще большой спектр развлечений, это по сути, для туристов. Ну, конечно, если уже, если знать, куда ехать, где что искать, то можно все найти, на самом деле нет такого, вот печально пока, но надеюсь, республика будет развиваться в этом плане, нет такого одного места, ущелья, куда можно приехать, и чтобы было все, но... Сейчас находимся в заповеднике. Ой, мамочки, вот это да! Эй, ты добрый или злой? Ого, это настоящие, вас такие в лесу живут? А это как называется заповедник? Вот это да! Вот это ужас! Летящий на крыльях шкуры и когтей. Вот это вид здесь! Ущелье, заповедник. Снизу речка, спереди горы, а справа медведи суровые. Смотри, что делает! Ты что делаешь? Ты зачем грызешь железяку? А как тут пахнет? Ой, чуть не уравила GoPro вон туда! В Адыгее теснина, в Осетии ущелье, а в Крыму такого нет. В Крыму есть каньон, но он так не оборудован совсем. Ребята, прикиньте, смотрите, написано, что этот дом – подарок леопарду по кличке Крым. Вот такая кличка! Крым! Крым, Крым, сделай рот! Открой рот, Крым! Ну, только что же открывай! Ого! О-о-о! Крым! Ты наш? Мы будем в России развиваться, да, относительно недалеко друг друга. Относительно недалеко. Мы вот, кстати, недавно были на туристической базе Причал, и там нас кайтали на лошадях. Пока! Короче, ребята, поехали на лошадках кататься, а я решила остаться и порыбачить. Вот в таких мы домиках сейчас живем. А, я ж не сказала, мы находимся на базе отдыха Причал. Рядом город Ди-гора. Ну, как я запомнила, надо же. Может, даже позавтракали, вчера приехали. Сейчас я вам покажу, какие тут номера внутри, но только бардак здесь. Здесь Маша спит. Здесь я. Здесь я сейчас буду ролик делать. Очень свежо здесь пахнет. Очень здесь... Чистенько, миленько. И сказали, что, оказывается, эта турбаза только открылась, и мы, можно сказать, первые посетители здесь. Круто, да? Так просыпаешься, и такой вид качели. Ну, вот на GoPro не видно. Ну, и сейчас тучи, конечно, уже. Там горы очень большие. Высокие горы. И эти. А? Вот, мы идём, смотрите, какой домик здесь, прям в центре озера. О, можно и на лодочке, да? Но мы будем отсюда рыбачить. Да, на лошадях нас не катали на туристической базе причал. На лошадях нас катали в селении Дур-Дур, и они никакого отношения не имели к турбазе причал. Понятно. Но они рядом просто находятся, да? Да. Понятно. Какал вас? Кто? Глава селения Дур-Дур. Да? Вот он был, вот он сам лично. Глава селения Дур-Дур лично. Да, с Услан. Классно. Мы просто сегодня большой эффект у неё провели, там очень много. Это канал Двое Алоэ. Ну а теперь, ребята, у меня к вам коронный вопрос, который интересует многих. Как осетины относятся к русским? Очень даже доброжелательно, ну, как это рассказать, мы живём в мире со всеми. А сколько во Владикавказе, например, русских проживает? Очень много. Ну, в количестве, в цифрах не скажу, я не слежу за данными переписи, но если кому-то это будет интересно, он может открыть сайт переписи населения и глянуть там. Ну, то есть нормально, не конфликтуете, там два лагеря не собираетесь, там не дерётесь. Да нет, конечно. Нет? Такого нет. Мы не делимся. Все равны. Да, и у нас, допустим, есть такой вот, есть дом, скажем так, семиэтажный, в нём ещё подъездов 7-8. Где-то может и не принято здороваться даже с соседями, которые по подъезду, но у нас вот есть дом, значит, все друг друга знают. И помимо того, что вот этот дом друг друга знают, вот рядом ещё один корпус, два корпуса, в любом случае друг друга знают. Все здороваются. Конечно. Как большая семья. Да, большая дружная семья. Мы приехали в горку, и здесь вот такое место, где мы будем сейчас жарить шашлычки. Как? Гора. Гора. Ну, сейчас я покажу, какой вид с горы, прежде посмотрим, что у нас здесь есть. Отсюда видно вершину Корилл. Вершину кого? Горы Корилл. Это вот это, да? Да. Вершина горы Курилл. Корилл. Не Курилл, что ли? Вот человек не боится ошибаться. Местные Куриллы. Корилл называется. Вот. Так, ладно, пошлите. Сейчас я покажу вам местную достопримечательность. Маша, идём. Тебе покажешь туалет. Я тебе покажу местную достопримечательность. Да, смотри, с виду кажется, ну, всё какое-то непонятное, да? Смотри. Сначала я удивилась, я увидела трубу. Сливную, видишь? Да. И опа-на! Опа-на! Маша, я тебе больше сейчас покажу, смотри. Открываешь, на пипку нажимаешь, смотри. И вода пошла, Маш. Ты понимаешь? Вот тут шланг идёт. Да-да-да, и газетку, и вообще. Прикинь, вот так, с видом на горы, утречка, дела делать. Вот мы делаем шашлык. Только соль и перец, да? Да, соль и перец. Слушай, но мы, как у нас же уже угли делаются, получается, вы не маринуете его? А ему не надо долго мариноваться. Это свинина. Да? Ну, сейчас попробуем, что получится. Так мы такое ели. Мы же ели. Это же для видео. В видео мы ещё ничего не ели. Заур, это всё твоя земля? Это земля нашей семьи. А сколько у тебя тут гектар? Пять. А ты продаёшь? Пять. Где? Вот здесь. Где, покажи. Вот это вот место, вот эта площадка. Это продаётся? Да, вот ещё наверху там. Ну, как тебе показать? Давай, вот так. Давай, покажи. Вот так. Вот так продаётся? Вот по пальцу иди. Да ты чё, это много! По пальцу иди. Куда? Уже палец за экран зашёл. Вот так. Ты чё, всю гору продаёшь? Да нет, я же не по всей горе иду. Пять гектар. Пять гектар туда продаёшь? Вот в ту сторону, да? Ну да. И почём, если не секрет? За пятнадцать. Пятнадцать чего? Лёнов рублей. А, откуда я знаю? У нас в Крыму в долларах же. О-о-о. Да. Вы другая страна, вы живёте. Я не знаю, что сказать. Сама не люблю это дело. Вы живёте по валюте американцев. Вот, скажи же, да? Это ненормально считать. В долларах. Однозначно ненормально. У нас есть свой рубль. Да. Нужно идти вот по углу. Точно. Очень круто должно быть. Ощущение национально. Нет, тут момент. Тут нужно понимать, что это будет не очень круто. Массовые танцы. Потом... Скажи, а как будет привет по осетинскому? Да, бон хорж. Как? По громческой. Нету привет. Нету, допустим. Есть у нас доброе утро, добрый день, добрый вечер. А, да? И как будет добрый вечер? Дежар хорж. А доброе утро? Да, райшам хорж. Если ты обращаешься к одному человеку, если уже во множественном числе, то вежарта хорж или варайшам хорж. То есть дауа. А как будет спасибо? Бужник. Бужник? Да. Всем бужник. А как будет до свидания? Забахут. Фандарашт. Ой, это два слова было? Нет, или забахут, это всего вам самого доброго, или фандарашт, до свидания. Забахут бундыш. Фандарашт. Нет, а как спасибо? Бужник. Бужник. Забахут бужник. Ага. Забахут бужник. Да. Ух ты, я теперь вот эти осетинские знаю. Но я не знаю, что еще интересного нам расскажете? А давай они все сразу. А давай. Давай вот оставим секреты. Будем лепешки лепить. Нет, не лепешки, пироги. А, пироги. Кстати, оказывается, все осетинские пироги подаются вот так вот, тремя пирогами. И в этом есть свой смысл. Да? Да. Ну, потом расскажу я вам про этот смысл. Ну все. Это Рита. Она вам будет показывать, как это делать. В общем, старейшая наша сила в женском обличье. Вот сыр, добавили немножко муки и соли. Давай, помешать. Помешать? Да. Делаем. Так? И добавляем немножко воды. Алена пишет, что если ты научишься, то тебя точно уградут. А где, в осетии? Покарай. Из творога мы ничего не делаем. Только оладики, пирожки, а пироги нельзя делать. Тогда никакого вкусу. А как вы его сейчас накроете? Так. А, вот так. Ага. О, и так легко. И ничего лепить не надо, да? Ничего. Да. Мука, соль, мука, соль, мука, соль, мука, соль. Вода, все? Ничего. Ага. Лоп на сковородку. Лоп на сковородку. А, скажите, пожалуйста. Как его? Чтоб дышал. Дышал он. А можно спросить, а почему делают три пирога один друг на дружке? Богу же молятся. Богу молятся? А. А почему три? Знаешь три почему? Почему? Небо, земля, вода, молимся, чтобы было все хорошо. А сколько вообще времени на изготовление одного пирога уходит? Если пирога горячая, то минут 15-10. Это если пирог. Все готово что ли? Да. Ничего себе. Ну вот уже готово. Это готово. Глазов что писала, да? А я не знаю, просто там когда видят... Татьяна, 200 рублей пирог стоит. Вот, не знаю, на трех или четырех девочек. Да, я думаю, не знаю. Ну вот и все. Мы сегодня последний день гуляем по Владикавказу, да? Солнечная погода. Очень повезло. Идем по центральной гуляльной улице, как я люблю это называть. Смотрите, как... Я не знаю, на камеру будет видно или нет. Но видно, спереди должно быть гору. Сейчас я попробую приблизить. Вот видите? Город на фоне горы. И выглядит это очень-очень даже сказочно. Вот так вот. Хотела поделиться своими впечатлениями. Прям про все осетинские традиции рассказывать не буду. Но расскажу то, что меня лично удивило. Вот удивила, что... Удивила, во-первых, еда. Да, начнем с этого. Я же люблю покушать. Супчики. Мои любимые супчики. Здесь просто супище, потому что они кладут очень много мяса. Я заказала себе куриный суп. И там были вот такие большие куски курицы, куриного мяса. Я так удивилась. Они забыли положить картошку. Но они положили очень много мяса. И стоил этот куриный суп 160 рублей. У нас в Крыму в кафе разорились бы уже на этих куриных супах. Мне что-нибудь запомнилось? Из еды? В Осетии. Да, вообще что-нибудь. Ой, мне запомнилось. Знаете, что больше всего мне запомнилось? То, что здесь такой потрясающий, бестеприимный, дружелюбный народ. Я не знаю, просто вот мы еще были когда на концерте. Да. Ну, какие-то они вообще друг другу помогают. Это было очень все трогательно. Какие-то мужчины очень опекают женщин. Это то, что вот прям я считаю, что так должно быть. Они очень любят детей. Это тоже очень круто. Они чужого ребенка могут поцеловаться. Да, кстати. Еще что меня удивило, что, не знаю, может в вашем регионе такое есть. У нас в Крыму в торговых центрах, торговые центры, театры, кинотеатры. Здесь везде стоят эти рамки металлоискателей. И стоят охранники, которые проверяют сумки, то есть вот как на вокзал или в аэропорт, когда заходишь. Вот, то есть все вот так вот проверяют. Ну, для меня это было непривычно. Не знаю, может в вашем регионе тоже такой уровень безопасности. И еще кое-что меня удивило в плане культуры. Я прожила в Башкирии много лет. Вот. И там, ну, как бы люди разговаривают на башкирском, но они разговаривают в основном дома. Или между собой. А здесь я была в Глории Джинс. Я покупала брюки. Продавцы между собой разговаривают на осетинском. С покупателями разговаривают на осетинском. Ну, со мной, естественно, на русском, потому что я русская. То есть язык здесь очень важен. Он не разговаривает столько дома. Он на улице, его слышно везде. То есть его никто не скрывает. И это странно, и это по-другому. А, еще, знаете, здесь, в общем-то, мяса очень много, да? Ну, как вы поняли, что в супах-то прямо куски. А, заказала говяжий суп. Там вообще мяса было вообще очень много. Вот. И коровы. Здесь везде есть коровы. Ну, не во Владикавказе в самом. А коровы по дорогам ходят. Очень много коров. Семенов коровы, лошади. Ну, лошади, ослики, да. Ну, горов очень много, да. Я даже вот в Башкирии сколько жила, столько коров, чтобы было, я не видела. Честно. Ну, вот и все, ребятки. От нас, от нашей дружной команды. Всем пока. До встречи в Крыму. Потому что я уже вылетаю в Крым. И там будет большой тур по Крыму. Включая аэропорт. И все остальное. Спасибо всем. Спасибо большое клубу Молодые Ветра, который позвал меня популяризировать Осетию. Мне очень понравилось. Но, как сказал Заур правильно, родной край всегда милее. Но сюда я еще вернусь, когда будет погода получше. Здесь есть маленькая змейка, значит, где-то есть большая. Здесь есть маленькая змейка, значит, где-то есть маленькая.